МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бережно относиться к тому, что сегодня мы имеем. Как готовили город к зиме? Конечно, это важно. Это такая память именно о знаковом событии. В Десногорске появилась еще одна аллея сирени. Для врача стало удобнее работать, или проведение электронной медицинской карты. Это привело к тому, что это уменьшает время работы с медицинской документацией. Проект «Бережливая поликлиника» – полгода эффективной работы. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Во вторник в администрации Десногорска состоялось еженедельное плановое совещание представителей комитетов и служб города. Вел его заместитель главы Александр Новиков. Какие вопросы обсудили, смотрите в нашем первом сюжете. С 4 по 6 октября во всех регионах России, в том числе и Десногорске, проводится всероссийская тренировка по гражданской обороне. Тема масштабных учений – организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тренировка пройдет в три этапа в течение трех суток. Рядовые граждане в учениях задействованы не будут. Также в городе начался запуск систем отопления. Разработан график, который рассматривает в течение пяти дней этой недели подключение всех жилых объектов города Десногорска. По результатам на 9 утра сегодня подключено уже свыше 40% многоквартирных домов. То есть, идем с опережением графика. Ну и, соответственно, оставляем время для мероприятий по наладке и настройке систем отопления в конкретных многоквартирных домах. Дома 4-го микрорайона уже полностью подключены к системе отопления. На данный момент идет наладка и устраняются дефекты. Во всех объектах образования Десногорска также запущено тепло. Отопление включено с 27-го, согласно распоряжению администрации. Аварийных ситуаций у нас были в некоторых объектах. Все установлено, тепловой режим полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В городе зафиксировано 266 случаев ОРВИ и 3 случая пневмонии. Грипп не регистрировался. В роддоме Десногорска появилось на свет 7 младенцев. Силами молодежного центра на территории скалодрома проведена акция «Чистый берег». Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Гражданин страны Росатом». Также в рамках акции участники посадили деревья на берегу водохранилища. На международной спартакиаде для людей с ограниченными возможностями в Смоленске Десногорская команда заняла второе место. Уровень безработицы в нашем городе остается неизменным и составляет 0,69%. Следующее совещание состоится 10 октября. Смоленских студентов среднего профессионального образования начали обучать по новым стандартам. Они нацелены на повышение качества подготовки кадров на территории нашего региона. Процесс их внедрения в области обсудили на совещании в Смоленской администрации. Уже с сентября на Смоленщине по новым стандартам началось обучение в 11 колледжах и техникумах. Всего лицензию получили 25 образовательных учреждений. Самыми востребованными на Смоленщине остаются рабочие специальности в сфере промышленного производства в самых разных отраслях. В преддверии отопительного сезона коммунальными службами города проведена большая работа по закрытию теплового контура многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий. Что конкретно сделано и с чем мы подошли к зимнему периоду, вы узнаете далее. За летний период своевременно были произведены как ремонтные работы, так и испытания на инженерных сетях. Заменено более 300 метров дефектных участков трубопровода на городских теплотрассах. Завершены кровельные работы на крышах многоквартирных домов. Это свыше 2000 квадратных метров. Осуществлялись работы по герметизации и утеплению более 3 километров швов жилых домов. Ну и конечно, пожалуй, самые обширные работы велись по благоустройству придомовых территорий. Коммунальщики, учитывая пожелания жителей города, разбивали новые и восстанавливали старые клумбы, подготавливали и завозили грунт и газонные ограждения. По обращению граждан, восстанавливали плодородный грунт на газонах, испорченных автолюбителями, устанавливали ограничительные столбики. Так как деревья, особенно в первом микрорайоне, настолько старые, что могут представлять угрозу для сохранения во дворах зеленых насаждений и создания безопасной среды, производилось кронирование. Все это и многое другое делалось специально для создания уюта и комфорта горожан. Осталось только это все сохранить. С большим сожалению, хочется отметить, что никуда не снялась проблема с вандализмом. И зачастую та работа, которую мы вместе с жителями делаем для преобразования сферы нашей жизни, идет на смарку из-за отдельных личностей несознательных. Поэтому я призываю жителей ценить то, что уже сделано, бережно относиться к тому, что сегодня мы имеем, ну и, конечно, вместе украшать наш город. Одной из основных задач коммунальщиков является уборка придомовых территорий. И именно с этим очень часто возникают проблемы, причем по вине самих жителей домов. С приходом зимы ситуация только ухудшается, и все мы наблюдаем одну и ту же картину из года в год. Техника для уборки во дворе готова, люди есть, а площади, к сожалению, заставлены автотранспортом, который, с одной стороны, мешает уборке, а с другой стороны, сам потом из-за отсутствия этой уборки имеет проблемы с движением по дворовой территории. Поэтому я думаю, что совместно, сообща вместе с жителями, мы можем обеспечивать не только украшение наших дворов, но и поддержание их в хорошем состоянии. Поэтому я призываю всех наших десногорцев активнее участвовать, сотрудничать и сделать наш двор, сделать наш город краше. Наш город полностью готов к зимнему периоду и является одним из самых красивых и благоустроенных на Смоленщине. Так давайте сохраним все это и не будем забывать, что чистота и комфорт в Десногорске зависят прежде всего от жителей, от каждого из нас. В Смоленской академии войсковой ПВО прошел день открытых дверей. Ознакомиться с условиями обучения пришли около трех тысяч смолян. На плацу академии разместились образцы современного вооружения и военной техники войсковой ПВО сухопутных войск, снаряжение и экипировки. Также в этот день смолян познакомили с условиями проживания курсантов. 4 октября возле Десногорского храма в честь иконы Божьей Матери Всехскорбящих Радость появилась сиреневая аллея. О том, кто ее посадил, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Перед тем, как посадить сирень, настоятель храма, протерей Виталий Сладков провел краткий молебен во благо задуманного. Затем все присутствующие поставили свечки и, несмотря на дождь, отправились на улицу. Акция по посадке кустов сирени, организованная по инициативе ветеранской организации «Смоленская АЭС», прошла в рамках проекта «Гражданин страны Росатом» и приурочена к 35-летию пуска первого энергоблока атомной станции. Первым свой куст сирени на аллее высадил директор Смоленской атомной станции Павел Лубенский. Вместе с ним в акции приняли участие Анатолий Терлецкий, заместитель директора по работе с персоналом, и начальник управления информацией Евгений Шубта. Главными героями мероприятия, конечно, были ветераны, которые принимали непосредственное участие в пуске первого блока нашей станции. Это событие должно запомниться всем ветеранам, и особенно оно важно для молодежи нашего города. Желаю всем жителям города Десногорска, всем ветеранам Смоленской атомной станции, всей нашей отрасли атомной здоровья и удачи, безопасной работы энергоблоков на благо нашей Родины. Радостно, что пришло людей в два раза больше, наверное, чем мы ожидали. Я тоже с радостью посадил два деревца, вот и полил, как положено, и хотел бы и дальше участвовать в общественных мероприятиях там, где коллектив. Конечно, это важно. Это такая память именно о знаковом событии пусте первого блока Смоленска 35 лет назад. Каждый из ветеранов, кто будет приходить, глядя на кусты сирени, которые расцветут в свое время, будет вспоминать свою молодость, свои лучшие годы, которые не отдали делу служения Смоленской атомной станции. В нашем городе посадка зеленых насаждений – это добрая традиция, призванная сохранить память о событиях и героях своего времени на долгие года. Каждый куст сирени, высаженный в этот день, осветил настоятель храма, отец Виталий. Сиреневую аллею увенчала памятная табличка, которая будет напоминать всем, что сделали первые работники станции для нашего города и страны. Совместный проект «Росатома и Минздрава. Бережливая поликлиника» набирает обороты. На сегодняшний день он реализуется в 115 медучреждениях 40 регионов России. Одни поликлиники и больницы включились в работу совсем недавно, другие имеют за плечами уже полугодовой опыт. О первопроходцах этого проекта мы и расскажем в нашем сюжете. У нас, как и во всех стандартных поликлиниках, была регистратора с закрытыми окнами. Холл был очень маленький, посадочных мест вообще у нас не было. А вот так выглядят помещения медицинского учреждения возглавляемого Натальей Богдановой сегодня, спустя ровно полгода с начала реализации совместного проекта «Росатома и Минздрава. Бережливая поликлиника». Находиться здесь приятно, а в специальной комнате отдыха хочется оставаться как можно дольше. Но в результате не только внешних, но и организационных преобразований в поликлинике теперь не задержишься. Если ранее у нас 15 человек приходят, сидят у кабинета, там к 8 утра, да, то теперь приходят 1-2 человека, соответственно, они занимают очередь, 8 часов первого, 8.15 второго. Экономит время пациента значительно. Решение задачи экономии времени потребовало многое изменить. Например, в регистратуре произошло разделение труда, и каждый стал заниматься своим делом. Либо искать амбулаторные карты, либо отвечать на телефонные звонки. Тем самым каждому человеку, обратившемуся с каким-либо вопросом, стало уделяться больше внимания. А вот в лаборатории забора крови провели кардинальную перепланировку помещения и сделали вторую дверь, чтобы люди не сталкивались при входе-выходе. В результате сэкономленные секунды сложились в часы, и теперь вместо 80 человек в день в лаборатории могут принять 150. Эти улучшения почувствовали все. Для врача стало удобнее работать электробедение электронной медицинской карты. Это привело к тому, что это уменьшает время работы с медицинской документацией и увеличивает время для работы с пациентом непосредственно. Даже кадровая ситуация потихоньку-потихоньку начинает улучшаться. Четыре терапевта уже написали заявление на работу. Архангельск, Хабаровск, Десногорск, Тверь, Пенза. Ежедневно в новостных лентах появляются сообщения о запуске проекта «Бережливая поликлиника» в том или ином регионе России. И это лучшее доказательство того, что проект Минздрава и Росатома реально работает. Это инструмент, который помогает людям избавиться от ненужного хождения по кабинетам и просиживания в очередях, а врачам организовать свою работу так, чтобы оказывать профессиональную медицинскую помощь на самом высоком уровне. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин